Лобасов Леонид. Добрый вечер с Французской области. Виноградов в траве. Родничный привет. Здесь это апреля я планирую. Раньше земля не отойдет. Все правильно. Что-то Москва. У нас вообще климат меняется. Мне кажется, мы скоро будете к нам в Грецию ездить. Ну какая зима? 20, 32, 33. Пусть длительные, пусть такие крепкие морозы. Но непредельные же. Смотрите, такой же климат. Это я в Харла. Смотрите. Свинин, привет. Марина Худина, привет. Опозданная фирма. Смотрю, мелькает мое сельское облик. Мариночка, это ваши вот эти вот. Это вас я за усы хвалил не знаю кого. Нет, серьезно. Вот там, где эти, там еще была этикетка сына Джонса такой-то. Там, где повылазили, они прямо косточки вылезли из земли. Вот. И раскрылись снаружи. А там еще целый ряд длинных. Это, 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 я не знаю. Марина, я увольняюсь, пишу заявление. Давайте выведите. Это же результат-то какой. Да, я горжусь вами. Добрый вечер. Тимынская область. От Тимяния 400 километров. Ой, куда только. Снег лежит меньше метра, но это все равно много. Что рекомендуете привить на вишню? Распространяется пара шлей. На вишню, на компотах. Хочется кушать вкусную, сладкую вишню, сиришню. Если у вас синьки сириши, все, опоздали. Больше ни одни не сирили. И так. Калечу деревьев. Я уж всего несколько раз заслал. Уж те, кто меня нож упорно держал. Теперь. Вишня, вишня рознь. Здесь вишня штамбовая. Я до него привел. Куда бедно, я показывал там эти. И урожаи, и в мисочках, и Тимошка собирает, и все. И не каждый год, кстати. Последний год они мне мыши, птицы съели, все. Ладно, будешь вкусную вишню, я заранее был готов, что я съедя. Они скисну лишнюю, самую дикую, все посъели. Год такой. А вы хотите есть вкусную сладкую, тогда надо прививать. Вот. А у меня, я и не занимался никогда. У меня эти три дерева, они уже переросли. Это надо снижать шабриску делать и предколечь. Вот. Это чтобы у вас появилась моя вкусная вещь, которая из Украины я привез, так? Вот. Черезнее, но я еще не режу. Я жалко деревья. В принципе, я ее практически не занимаюсь. Есть для себя, и ладно. Насчет черенков. Видишь, если вы яблони? Черенков у меня полно. Именно потому, что я сейчас, зима была теплая, замерзших нет. Я вам покажу, замерзших веток нет, и быть не может. Тогда получается, заказывайте у меня каталог. Я говорю, что каталог, и пока есть, и сливы есть, и яблони, и все есть. Вот. Заказывайте каталоги, быстренько заказывайте черенки. Время последние дни идут. Я уже не зря отправляю только ускоренные почты. Пусть дороже, но зато не проснутся в дороге. Валерий Константинович, все ваши идеальные другие гиприды, Юрий Алексеевич, закреплен просто. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он привал их на полукультурные абрикосы, в корневую шейку. А вы их привали на манджурцы. И манджурец, конечно, убивал любой гиприд, стирая все до дикого состояния. Но вы все это и сами знаете. Гражданин городичный, все не так. Чтобы у меня манджурец убивал любой гиприд до дикого состояния, ни одного случая. Где-то что-то, или мы не понимаем другого, потому что вот эти ваши слова, они наоборот звучат как обвинение, что я голову морочу, что все-таки, все-таки. Нет никаких визитативных гибридов, нет никаких 100-граммовых абрикосов. Вы же пишите, убивал любой гиприд, стирая до дикого состояния. Это, честно говоря, не то, что там возмущаясь или обижаясь. Я просто вас не понял. Вот. Все потомки манджурца, все прививки, вкуснее манджурца, никак это. Если где-то у меня было несколько случаев, вы же любой гибрид пишите, а у меня таких случаев, то есть уже всего несколько. Из сотен. Так, Тверь, Борис Соловьев. Доброе здоровье, Олег Кристиныч. Из ваших ростчиков. Кстати, у меня же сотни этих фотографий в чужих садах. Попробуйте найти дикие. До дикого состояния ни одного не найдете. Тем более, вот там, где южнее, вся Европа, даже север Европы, никаких гибридов, ничего не достиг в состоянии стервы ни одного случая. Вот. Доброго здоровья, Валерий Кристиныч. Из ваших костчиков 2020 года у меня выросло несколько жерделей. Ага, ну-ка, ну-ка. Если смог проявлять культурными сортами. Это дички или полукультурки? Какая зима стойка. Смотрите, в 2022-20 год вы еще не знаете, что будет. Перед вами решать. Вы написали несколько жерделей. Вот. Возможно, вы у меня кости жерделей покупали. Но, опять же, у них культурные соседи. Я еще это не проверял. Но у меня не было возможности. Нет ни места, ни времени, чтобы хотя бы десяток жерделей довести до плодошения. Давайте, если я вам высловала кости, а там было написано абрикосы жерделей, давайте следить дальше. А теперь, если смысл прививать их культурными сортами, это просто вам решать. Ну, что такое это, несколько жерделей? Вырастили бы 20-40. Половину бы привили, половину бы ждали. Вдруг они и так будут культурными. А теперь, раз еще несколько, решайте вы. А дичок или полукультурка, это сами мне потом расскажете. Ему стойкость предельная, я вам сразу говорю. Даже жердели, которые Сергей вырастил, и продавал в виде сельцев. Вот. Ни разу за все годы, и сейчас у него таких полсотни есть, на этом, он вот их примет, может так продаст. Ни разу я нигде не видел никогда мертвую веточку, хотя, а предпоследие зима была 40 градусов. Так, Тверь, Соловьев. Доброго здоровья, Валерия Костинович. Ваши Костик, 20-го года. А, это все он же, извините, я уже устал. Повторяюсь. Гизелья, добрый вечер. Гизелья, это вы где-то с юга. Влад, Нижний Новгород. Последующие поколения манджурцы, те же полукультурки. Так, ну, вы, может, это утверждаете, может, вы предполагаете, чтобы иметь последующее поколение, то их надо вырастить несколько поколений. То есть, уже брать, взять у меня манджурцы, косточки, довести до полуношения, это 5-6 лет, получить косточки, вырастить еще 5-6 лет, потом еще 5-6 лет. Поэтому я почти уверен, что это еще... В общем, тут многое будет зависеть, кто растет по соседству. Мой сад называется смешанный. Именно это мне поставили в вину, что при свободном... Помните этих темирязевых злощадствах, которые, по-моему, в локте кусаются, связались со мной. Вот, если они утверждают, что в свободном пылении у меня вырастут дички, а у меня, наоборот, вырастали, ну, как минимум, полукультурки. Вспомните Ваулина. Просто некогда вам показывать его результаты. Я их показывал. Вот, там все честно. Вот. И получается, что, допустим, второй поколение, третий, возможно, они бы начали терять свои качества, если бы это был моносад. Например, одни манджорцы или одни сыновья манджорцы. Но если в моем саду они украшены вот такими вот будущими, то есть деревья цветут, культурные, и являются, скорее всего, папами этих полукультурок, вот, тогда получается, что последующее поколение может быть даже довести до чисто культурной. А может, останутся полукультурки. Но даже как полукультурки, это вот 20-30 грамм, редко 40, да, с кислинкой, как правило, правда, Ваулин утверждает, все сладкие, я ему верю, он ученый. Вот. Значит, все равно это соки, компоты, варенья, их можно кушать, не каждый может, а через один. Вот. Это уже успех. Даже если вы правы, что последующие поколения те же полукультурки. Возможно, вы это предполагаете, может, утверждаете, может, у вас есть опыт свой. Я ничего против не имею. Вот. Но я не вижу плохого конца. Типа, взяли и одичали, как нам, как нам, эти, напорочили эти самые, дамы из Тимирезуки. Я их называю выпускницей Академии Тимирезуки. Так, теперь. Снегом сломала оба паге под бега с привитого черенка. Есть ли смысл оставлять черенок и ждать пробуждения других почек или сразу перепривить? Я понял. Но это же вам решать, надо на месте решать. Вот. И почему надо именно здесь перепривить, что нет рядом другой веточки? Вот. Подождать надо. Я этого сказать не могу. Олег Костиньевич, речь о гибриде Королевский клон Железова. Так, минуточку. Давайте вернемся, память-то у меня не к черту, и вернемся к предыдущему письму. Вы пишите, речь Королевский клон Железова. Так. Смотрим предыдущее письмо. Так, так, так. Где-то вы? Вот он вы. Снег лежал холодно, 10-го планирую раньше. Ну, это, нет, наверное, еще было письмо. А вот, все ваши гибриды, я повторяю, Северий Алексей закрепил вопрос, он привал их на полукультурную абрикосу, корневую шейку. А вы привали на манжурцы. Манжурец убивал любой гибрид. Я, кстати, при своем мнении, что ничего не убивает манжурец, никакой гибрид, стирая до дикого состояния. Что-то тут у нас с вами расхождение. Но я уважаю ваше мнение, у вас есть свой опыт. Вот. Я, допустим, вижу так, а вы видите так. Вот. Мы-то точно не убивали никакой гибрид в моей манжурце. Вот. Все прививки на них, результаты сумасшедшие. Так. Олега Костиневича, это гибриды королевских лонжурцев. Ну, ладно, я не буду дальше расшифровывать, потому что это можно понять двояко. Так. Реплика. А что реплика? Кому реплика? Вот сам внизу написано, кому реплика. А что это значит, я не знаю. Вот так. Это надо убрать. Это надо убрать. И вернуться обратно. Где я там был? Вот он и не был. Ну что, по-моему, мы закончили. По-моему. В грани, чем остался, а оказался, откройте вопрос. Каждый понял по-своему. Может, просто не поняли друг друга. Я уже устал. Так. Все. Возвращаемся. Итак. Еще есть готовые к посадке. Подчеркиваю. Они только начали просыпаться. Некоторые. Один из двадцати. Некоторые. Это косточки манжурского абрикоса. Косточки семца амура. Полукультурные. Вот. Это. Что-то там еще осталось. Кост семечка ранее. Этки остались. Сливы закончились. Груши закончились. Черенки богатая коллекция в этом году. Оказалось. А знаете почему? Спрос упал. Упал. Я в этом году сделал шикарнейший шаг. Я в сотни адресов разослал бесплатные косточки и семечки. Вы думаете, я что-нибудь прогадал? Да. Я где-то переплатил за пересылку. Где-то это. Ничего. На следующий год они схватятся за голову и скажут. Константинович. Мне нужно все-таки. Мы хотим 100 граммовый абрикос. Мы хотим 60 граммовое сливы. Мы хотим 50 граммовое яблони. 50 граммовое груши. И чтобы все самое сладкое. Без обрада. Вот. Куда вы денетесь по двойной лодке? Еще есть возможность в этом году заказать серенки. А вдруг он последний. Все. Больше в России никто вам такие не продаст. Это железо. В какой войне был. Проходимец, как мне считают. Ни один ученый вам не продаст то, чего у него нет. И быть не может. Вот. На последующий раз показать. Боже мой. Я никогда не старался как можно больше этих самых. Где она делась-то, Господи, сейчас. А, вот. Я не старался специально фотографировать. Если бы я был бы художником. Фотохудожником. Это было бы уже. Это сейчас тянет на Нобельскую премию. Вот. Видите. Я их ничего не выдумал. Это все в моем саду. А если считать, сколько у меня сгорело холодно. На острове. Так поверил этим. Сдал в аренду. Найте. Забирайте весь урожай. Сохраните мне сад. И не сохранили. Вот так вот. Я теперь самый выдающийся среди мошенников. Вот. Почему? Потому что это все на их сайтах. Это. Вот это. Вот это на их сайтах. Как получилось? Ладно. Чего бы об этом говорить? Даже. Амурский абрикос Амур. Даже тот на сотни сайт. Как же? Пусть ветка упала. Колновидная дала. О. Поверьте, что нет. Ладно, друзья. Заканчиваем. Я еще раз вас прошу. Вот. В ваших это интересах. Походите вокруг, по соседям. Найдите, на что прививать. Я на любые сутки пойду. По скидкам, по количеству сиренков. Самое главное. Спасите эту коллекцию. Два коллекции. Попробуйте теперь достать сиренки. В тех двух коллекциях. А моя последняя. Если все сиреновая, палец о палец не ударит. Я художник. Точка. Так что, друзья. Давайте. Заказывайте сиренки. Последние косточки. Вот. И Никогда об этом не пожалеете. Ну, что, до свидания. Все кажется, что самое главное не сказал. Пошел последний месяц. И то уже с риском. Поэтому и скидки. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Вот. Как говорила Шахаризада, оставила дозволенные речи. Останавливаю трансляции. До свидания. Продолжение следует... Кто и кester. Кто и киржи. puedo, куда ни kah. Кто и고, куда. そんな occasion. Кто в Kitty. Кто и кукol? Кто Sleep leads. Продолжение следует...